Сальвимунди дорогие друзья, с вами Smart GeekBlog Вот и настал тот самый момент, когда пришла пора подводить черту под определенным временным промежутком в истории моего канала А именно под долгое время висевшим в воздухе вопросом внешнего накопителя для моего Mac Pro Late 2013 Который, как вы знаете, я использую в качестве основной рабочей станции для всех задач И так как мой Mac Pro в минимальной конфигурации, внутри него стоит быстрый SSD M.2 стандарта, объемом всего 256 гигабайт А посему для работы в Final Cut и хранения тяжелых файлов мне как ни крути, нужен внешний накопитель И на протяжении долгого времени он у меня был, но, как вы все знаете, он преждевременно вышел из строя, а заменить его по гарантии не представлялось возможным А посему мне в течение некоторого достаточно продолжительного времени приходилось сидеть на чужом жестком диске Испытывая, конечно, некоторые неудобства Но поскольку практически три недели назад я наконец-таки решил эту проблему окончательно Сегодня я попытаюсь в максимально спокойном виде расставить все точки в этой истории и подвести финальную черту Попутно рассказав некоторый опыт эксплуатации разных HDD и дав пару советов другим юзерам Поехали! Начнем с краткой предыстории В начале далекого 2015 года в моей жизни появился мой первый внешний винчестер Называется он LASI D2 Thunderbolt 2.0 объемом 3 терабайта Это внешний накопитель, созданный специально для работы с компьютерами Macintosh и операционной системой macOS Поскольку он имеет целых два выхода на быстрый маковский стандарт Thunderbolt 2.0 с пропускной способностью 20 гигабит в секунду Плюс крутой и красивый алюминиевый юнибади корпус в стиле Apple и соответствующий ценник в 17 тысяч рублей Но при этом, как выяснилось позже, внутри этого самого накопителя находился совершенно гешманский жесткий диск за 4 с лишним тысячи рублей Производство компании Seagate, которая в свою очередь всегда славилась самыми некачественными жесткими дисками И которая, ко всему прочему, еще в 2012 году поглотила всю компанию LASI с потрохами И естественно, как и следовало ожидать, данный диск необратимо вышел из строя, не дожив даже до конца гарантийного срока при трехлетней гарантии А компания Seagate, в свою очередь, отказала в гарантийном ремонте и замене не только мне, но и всем моим соотечественникам из Российской Федерации, а также стран СНГ После чего максимально адекватной реакцией с моей стороны была дикая волна хейта в отношении компании В первую очередь, прямая трансляция в стиле современного гуфа Затем объемный 30-минутный диск на компанию с разгромной критикой, призывом людей бойкотировать и не покупать продукцию Seagate А также еще целых хреналион постов в соцсетях и лозунгов в компании знакомых, содержащих негативный посыл в отношении компании Seagate и всей их продукции Если вас вдруг заинтересовали подробности всей этой истории с цифрами и пруфами, а также причины возникновения подобного негатива То я настоятельно рекомендую посмотреть вам как прямую трансляцию, так и дизреспект видео Посвященные, в свою очередь, поломке моего жесткого диска от компании Seagate После всего этого я долгое время сидел на казенном HDD от Western Digital, поскольку попросту не имел лишних средств на покупку своего, на этот раз качественного жесткого диска взамен погибшему К которому я бы и хотел перейти, ведь на этом винте я проработал почти полгода И насиловал я его примерно так же, как до этого Lassie Но он все стойко выдержал, ни разу не дав слабину А посему я бы хотел в очередной раз выразить большой респект компании Western Digital за качественную продукцию, попутно еще чуть-чуть под насрав в саду Seagate В общем, как я уже где-то говорил, данный портативный накопитель является не просто жестким диском, а компактным двухдисковым накопителем с поддержкой RAID Внутри него находятся два 2,5 дюймовых ноутбучных жестких диска, объемом по 2 терабайта каждый, естественно производство VD, подсоединенных к RAID контроллеру с выходом на Thunderbolt 2, как видите О внешнем виде, материалах, а также технических спецификациях накопителя мы говорить не будем, так как об этом я уже рассказывал в старом ролике, касаемо восстановления удаленных данных на macOS Здесь же, поскольку в видео речь идет о конфронтации, хотелось бы сравнить данный накопитель со своим старым руководством с приобретенным опытом эксплуатации И начнем мы, собственно, с плюсов, поскольку в My Passport Pro установлены 2,5 дюймовые винты, устройство в целом получилось гораздо компактнее в сравнении с LASI Так как в D2 установлен полноценный десктопный хард 3,5 дюйма, при том, что, как бы парадоксально это ни звучало, занимая меньше места на столе, диск от Western Digital добавляет больше места на компьютер 4 терабайта против 3 в LASI Ну и за счет все тех же габаритов, My Passport Pro получился гораздо более транспортабельным, нежели конкуренты, его без проблем можно запихнуть в сумку и сделать это будет сильно проще, чем с моим старым, но при этом вес накопителей примерно одинаковый Так как в Passport хоть и нет настолько массивного корпуса, зато есть два жестких диска по 2 терабайта внутри, а это вес не шуточный И если продолжать тему портативности, то радует еще и то, что в отличие от LASI, питание дисков тут осуществляется через все тот же Thunderbolt 2 Что позволяет не таскать с собой дополнительный здоровенный блок питания При этом, поскольку протокол Thunderbolt 2 имеет гораздо больше потенциал в плане пропускной способности как электрического заряда, так и потока данных Запитывание двух дисков и контроллера никак не влияет на их производительность К слову о ней, после проведения рядов тестов с помощью утилиты Blackmagic Disk Speed Test, но и было установлено, что скорость чтения записи практически идентичная как с 1-дисковым LASI, так и с Western Digital My Passport Pro К сожалению, тестов My Passport Pro с диском от Seagate у меня не осталось, так как проводил я их еще в процессе съемка ролика о восстановлении данных на Mac почти год назад После чего диск Seagate в итоге благополучно сдох, а тесты остались на нем Так что я могу предоставить сравнение диска My Passport Pro лишь с новым накопителем внутри корпуса LASI, Western Digital Red И как видите, скорость действительно практически идентична, она отличается всего на 20 Мбит в секунду И то только лишь потому, что мой новый жесткий диск Western Digital Red уже размечен на 3 логических раздела При том, что для чистоты эксперимента весь физический диск должен быть отформатирован в один раздел И оба диска должны быть в одной файловой системе Однако в данном вопросе есть один нюанс Скорость накопителей будет идентична только в том случае, если в My Passport вы используете производительный RAID 0 Так как там скорость обоих дисков суммируется и вычитается некоторая погрешность Но если же в качестве постоянного юсидж кейса вы выберете безопасный зеркалируемый RAID 1 В котором один диск дублирует другой, из-за чего вам доступно в 2 раза меньше места Но при этом вся ваша информация останется в целости и сохранности даже в том случае, если один из дисков выйдет из строя То там скорость дисков не суммируется И при условии того, что ноутбучные HDD, как правило, имеют скорость 5400 оборотов в минуту Тогда как десктопные 7200, общая скорость My Passport Pro при использовании RAID 1 будет существенно ниже, чем у LASI D2 Теперь, что касается минусов Passport Pro, которые безусловно существуют, правда их всего 3 Во-первых, я не очень разделяю данное конструктивное решение, когда кабель Thunderbolt 2 намертво припаян с одной стороны к диску Я, конечно, могу понять, что это сделано в угоду компактности и тому, чтобы кабель не был утерян и был всегда с собой Но если вдруг вы каким-то образом повредите данный провод, то заменить его самостоятельно в домашних условиях без прибегания к услугам сервисного центра будет весьма проблематично А поскольку этот диск имеет всего один единственный способ подключения к компьютеру, то с поврежденным кабелем винт превращается в кирпич И из этого минуса, собственно, вытекает вторая проблема — полное отсутствие универсальности Ведь наличие на борту лишь одного способа подключения по Thunderbolt 2 делает накопитель полезным исключительно в кругах Mac-юзеров И то при условии, что не только вы, но и большая часть вашего окружения работает only на компьютерах Mac В то время как Lassie D2 имеет возможность подключения через USB 3.0, что делает его универсальным устройством полезным не только для Mac-юзеров, но и в стане PC Да, конечно, я прекрасно осведомлен в том, что некоторые модели серверных материнских плат для ПК имеют поддержку Thunderbolt 2.0 И на этих компах вполне с комфортом можно сидеть на WD My Passport Pro, но людей, кто имеет пука на базе таких плат — единицы Так что этот пункт мы отметаем как частный случай Однако все-таки главной и основной проблемой My Passport Pro для Mac является система активного охлаждения Которая представляет из себя маленькую пиписичную вертушку на задней стороне корпуса И я вам скажу, что под нагрузкой воет она похлеще моего Mac Pro раза этак в 4 Я прекрасно понимаю, что в данном случае без активного охлаждения никуда, поскольку разместить два жестких диска плюс RAID-контроллер в таком компактном корпусе, не допустив их перегрева, просто невозможно Но при том сценарии использования внешнего винта, который практикую я, когда внешний диск выступает не резервным хранилищем для бэкапов, а полноценным устройством расширения рабочего пространства на компьютере А соответственно диски очень часто находятся под максимальной нагрузкой, шум от вечно раскручивающегося вентилятора со временем начал прилично так за***ть, особенно в условиях работы по ночам Поскольку за несколько лет пользования Mac Pro и винчестера с пассивным охлаждением, я успел окончательно отвыкнуть от фонового шума постоянно раскручивающихся кулеров чуть менее чем полностью А когда почувствовал его снова, начал испытывать сильный дискомфорт Вот примерно так все это дело звучит, я специально записывал звук на микрофон у самой камеры, которую в свою очередь поставил на примерном расстоянии моей головы при типичной работе за компьютером И согласитесь, что слушать такое по несколько часов подряд с редкими перерывами весьма неприкольно Но несмотря на это плюсы все-таки значительно перевешивают и Western Digital My Passport Pro является отличным решением по расширению дискового пространства на вашем Mac Отдавая диск назад его первоначальному владельцу, я по-прежнему остаюсь исключительно под положительным впечатлением И с чистой совестью мог бы посоветовать его к покупке тем, кому нужен высокоскоростной и при этом портативный внешний накопитель большого объема То есть целевой аудиторией данного винчестера является большинство владельцев MacBook Pro Retina 13 и 15 дюймов Образца до 2015 года включительная Также, как я уже сказал, этот накопитель немного не подходит тем, кто везде кроме дома вынужден работать на обычном Windows ПК Поскольку диск не поддерживает иных выходов, кроме Thunderbolt А также Hard совершенно не подходит людям с чутким слухом, которые совершенно не способны свыкаться даже с малейшим нарушением тишины при работе за компьютером Что же касается накопителя LASI D2, то несмотря на тотальную бесшумность ввиду пассивного охлаждения одного единственного диска в корпусе А также высокую универсальность в связи с наличием порта USB 3.0 Его я бы не посоветовал к покупке никому, поскольку, как многократно обговорено, несмотря на крутой дизайн и повышенную функциональность Внутри всех внешних накопителей LASI стоят исключительно диски Seagate Исключительно самой дешевой серии, исключительно самого ебаного качества И исключительно без возможности какого бы то ни было гарантийного ремонта на территории РФ А посему нахуй Seagate Да и потом, в случае с этой замечательной в кавычках компанией, мне просто отвратительна сама мысль о том, что покупая продукцию бренда LASI На мне в любом случае заработает Seagate, так как LASI принадлежит компании Seagate Однако, если у вас нет проблем с моральной точки зрения, то я могу посоветовать вам LASI D2 к приобретению За его высокую функциональность и крайне красивый дизайн Но только в том случае, если вы вместе с самим накопителем сразу же докупите винчестер от какого-нибудь нормального производителя Который не относится к своим клиентам как к свиньям и говноедам После чего вскроете ваш новенький накопитель LASI, выкинете винт от Seagate на помойку А вместо него поставите диск от любого другого производителя И только в том случае, если вы готовы действовать по подобному сценарию, можете брать себе LASI В остальных же случаях категорическое нет, лишь проблем потом заимейте на свою жопу Да и к тому же, нехер нам адекватным людям спонсировать всяких залетных жлобов Но поскольку лично я уже совершил роковую ошибку, приобретя накопитель LASI D2 с диском Seagate Простейшим решением вопроса моего личного хранилища была покупка любого внутреннего накопителя взамен старым Поскольку это, во-первых, в разы дешевле новой полноценной системы внешнего хранения данных С коробкой, корпусом, новыми проводами и так далее А во-вторых, при этом сценарии я буду абсолютно уверен, что внутри моего хранилища совершенно точно не будет диска от Seagate В чем я не могу быть уверен в случае приобретения полностью нового комплексного решения До тех пор, пока не привезу его домой и не залезу вовнутрь корпуса А поскольку исправность моего корпуса и BP от LASI D2 была многократно подтверждена опытным путем с несколькими другими дисками лично мной А также путем осмотра экспертами в одной крупной московской конторе, занимающейся восстановлением данных Я просто докупил диск нужного объема от нужного мне производителя и вставил в старый корпус Поскольку габариты и разъем SATA для подключения во всех винчестерах одинаковый И как вы можете заметить, в вопросах жесткого диска от другого производителя Мой выбор пал на Western Digital серии Red по нескольким причинам Во-первых, данная серия разрабатывалась специально для работы во внешних накопителях и многодисковых NAS-системах С высокой отказоустойчивостью А во-вторых, за время использования все того же My Passport Pro У меня уже успел сформироваться определенный кредит доверия компании Western Digital Многие сейчас скажут, что можно было и сэкономить, взяв более дешевый WD Blue Ну не скажи При тех условиях использования диска, как у меня, блюшка тоже может просуществовать не очень долго Поскольку нагрузки на мой винт, как правило, идут нешуточные со стороны регулярного использования программ Вроде Lightroom CC, Final Cut Pro и виртуальных машин со сторонними операционными системами Вроде Parallels Desktop Хотя в самом магазине продавец мне пытался опрометчиво втюхать блюшку вместо Red Думая, что я не замечу, что покупаю из-за непрозрачного синенького пакета Но когда я увидел это на кассе и обратил их внимание, они сказали, что ошиблись и сейчас принесут мой диск Возможно, правда ошиблись, возможно, ожидали, что смогут настолько идиотским способом меня наебать Что, конечно же, просто нереально сделать Как только я пришел домой в тот день, я сразу же распаковал диск, взял отвертку, раскрутил корпус от Lassie Вставил новый диск в корпус, подключил к компу Mac Pro предложил мне его отформатировать После чего я перенес все данные с My Passport Pro В процессе чего и появилась эта самая знаменитая фотка из моего Instagram В общем-то, это самая точка на временной линии и стала финалом всей истории моего бифа с компанией Seagate на текущий момент Что будет дальше, никто не знает Возможно, и WD меня подведет Но на сегодняшний день все работает просто идеально и практически неотличимо от стокового HDD внутри Lassie За исключением, наверное, того, что под нагрузкой диски Western Digital имеют свойство еле заметно тарахтеть и стучать Что является их конструктивной особенностью Об этом хотя бы раз упоминали абсолютно все, кто делал обзоры на эти харды По заявлениям самого производителя это не является браком Они это не исправляют годами Но, к счастью, бывает это очень редко и практически не слышно в случае с данным корпусом Производительность диска меня также полностью устраивает Пока монтировал весь третий выпуск о биткоин, не возникло ни одного нарекания Из-за чего мне в голову пришла идея сделать авторский мемас о жестких дисках собственного сочинения В общем-то, как видите, в этой шуточной картинке абсолютно все, начиная от фотографий жестких дисков И заканчивая текстом и наложением определенных слоев Является полностью моей задумкой и моим сочинением Полную версию картинки можете найти в нашей группе ВКонтакте SmartKickBlog Подводя итог видео, хотелось бы сказать, что несмотря на достаточно большую продолжительность В конечном счете история закончилась максимально позитивно в мою пользу И хотя я не знаю, что будет дальше Пока что все работает максимально хорошо И отвечая на вопрос зрителей, который с большой долей вероятности будет задан в комментариях Какой же все-таки жесткий диск выбрать для внешнего или внутреннего использования в своем компьютере? Если честно, на этот вопрос у меня нету однозначного ответа Поскольку до тех пор, пока я не перепробовал жесткие диски абсолютно всех производителей для домашнего использования Я попросту не имею права судить, но одно я знаю точно Какие жесткие диски покупать нельзя ни при каких условиях? Конечно же, это те харды, которые производит горячо любимая мной компания Seagate По вопросам остальных производителей я просто не берусь судить Поскольку баланс сил на конкретно этом рынке меняется чуть ли не каждый техносезон Но основная проблема при выборе жестких дисков для использования в своем компьютере Заключается в том, что при покупке уже готовых внешних накопителей Ты никогда не знаешь, жесткий диск какого производителя будет внутри Конечно, эта проблема не затрагивает брендовые внешние устройства От компании Western Digital, Seagate и прочих Вроде всей линейки My Passport или Seagate Portable Там есть какие-то аналогичные решения Но если вас вдруг не устраивают варианты внешних накопителей От самих производителей жестких дисков И вы положили глаз на что-то по типу LASI или же G-Technology То перед покупкой вас ждет долгий процесс сгугления Для того, чтобы выяснить, какие винты находятся внутри корпуса Ну а на сегодня это все Спасибо за просмотр Если данное видео было для вас интересным Или же просто понравилось Обязательно ставьте лайк Мне будет очень приятно Что же касается вопроса о прекращении гона и хейта В отношении компании Seagate с моей стороны после этого видео Хуй вам врыло, пи***ры Мой хейт не остановится до тех пор Пока качество продукции и условия распространения На территории Российской Федерации и стран СНГ Не улучшатся Ну или же до тех пор Пока компания окончательно не загнется Так что, ребята из Seagate Если вы вдруг это смотрите То знайте, что данный выпуск Был лишь финалом конкретно этой истории Но никак не финалом моей ненависти в сторону вашей компании Хотя уже в следующем выпуске на моем канале О компании Seagate и ее фейлах не будет сказано ни слова Поскольку, как и обещано, мы будем продолжать Недавно возрожденную рубрику о блокчейн и криптовалютах Под названием Криптовалюта экономика будущего В четвертом выпуске которой будет обсуждаться Самый актуальный вопрос во всей теме криптовалют Как же, собственно, добывать и майнить Эти самые криптовалюты в 2018 году Так что подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить Подписывайтесь на лайв-канал Вступайте в нашу группу ВКонтакте Читайте мой твиттер, заглядывайте в инстаграм Там продолжают выходить всевозможные арт-ультрафотограф-кадры Из Санкт-Петербурга и Ленобласти Оценивайте, делитесь, комментируйте А с вами был SmartGeekBlog До новых встреч в мире технологий Всем вали! Субтитры сделал DimaTorzok